И то, что главный инноватор, человек, посвятивший жизнь, отстаиванию и внедрению своей разработки, наш земляк Анатолий Эдуардович Юницкий. Какие струны наших душ затрагивает разработка, как летает оригинальный транспорт, как решаются вопросы пробок, безопасности и экологии. Почему так сложно бывает отстоять ноу-хау в мире, не высоком научном, а приземленном, промышленном, мы и поговорим сегодня. У нас в студии замгендиректора по развитию конструкторского бюро Виктор Бабурин и главный конструктор управления подвижного состава Андрей Зайцев. Здравствуйте, господа. Спасибо, что пришли. Вопрос инновации всегда самый интересный, но и при этом самый сложный, поскольку есть те, кто сопротивляется прогрессу, есть те, кто толкает его вперед. Вот струнные технологии, честно, свое первое впечатление, когда посмотрел видео, ролики об этом новом виде транспорта, ну или новом старом, поскольку технология все-таки есть и работает отчасти в других, правда, сегментах. И не так объемно и масштабно, как вы это планируете, но сразу вспомнилось, знаете, назад в будущее, пятый элемент, транспорт будущего, летающий. Сколько в струнных технологиях и в струнном транспорте на самом деле фантастики, а сколько реальности? Я отвечу вам по-простому. Здесь 100% реальности и 0% фантастики. Почему? Мы используем все существующие технологические узлы в нашем транспортном решении, которые сейчас используются в ряде технологий, как вы правильно заметили. Здесь нет никаких наносоставляющих, еще каких-то модных, неоднозначных композитных материалов. Мы используем все то, что применяется сейчас во всем мире, просто немного перекомпоновывая это под свои нужды, под целью, как бы задачи, которые ставили перед нами транспортная оптимизированная система. Расскажите вот вкратце, струнный транспорт. Мы привыкли, там, струнные инструменты, да, смечковые, там, все остальные. А струнный транспорт? В чем принципиальное отличие транспорта, обычно существующего? Струнный транспорт, не совсем даже правильное название, может быть, потому что транспортная единица, да, подвижной состав, струн в себе не имеет, да? То есть, у вас структура, по которой он ездит, она имеет внутри себя те самые струны, пресловутые, да? То есть, по сути, это преднапряженный элемент. То есть, для наших телезрительных, если просто стоят вышки, между ними натянуты струны, как канаты, и по этим канатам что-то ездит, передвигается и летает? Ну, если говорить так просто, начинаются аналогии с теми же гитарами, да, про которые вы говорите. Наши струны – это силовой элемент преднапряженный, как, в принципе, имеется в мостовых структурах, да, такие же преднапряженные структуры. И, по сути, они забирают просто на себя часть нагрузки, да, за счет чего мы экономим на весе путевой структуры. Да, но хотел бы заметить, что здесь, чтобы не было аналогии с канатными дорогами, все-таки струна, она находится в рельсе. Это специальная композиция, но сам подвижной состав едет стальными колесами по рельсу, просто немного другой конструкции. Вот из-за находящейся у него внутри натянутой струны, конструкция приобретает дополнительную прочность, что позволяет уменьшить стоимость ее при строительстве. Я прочитал, что проект пробивается и проталкивается на рынок транспорта и логистики уже более 40 лет. Почему? Почему так долго? То есть, я представляю технологии 40-летней давности и технологии сегодняшние. То есть, за 40 лет они должны были уже окупиться 10 раз. Транспортные технологии, вообще транспортная отрасль, это ультраконсервативная отрасль. Это безусловно. Взять двигатель внутреннего сгорания, который там за десятилетия повышает свою эффективность процентов на 7. В лучшем случае. Да, вот. А здесь мы собираемся, скажем так, дать новое транспортное решение, которое комплексно может вдохнуть совершенно новое дыхание, да, как бы во все это. Поэтому и дорога простая. Ну, 40 лет цифры, это неактивных разработок, надо понимать, да. Это цифры от момента возникновения идеи до наших реалий, когда мы уже разрабатываем конкретные не то, что технологии, а конкретные объекты, да. Но время ускоряется. Посмотрите, там, взять компьютерные технологии, но они же за 5 лет уже абсолютно меняются. То есть, там, эффективность в тысячи раз увеличивается. Ну, и тот самый тернистый пульс, который пришлось пройти автору этой системы по доказыванию всему миру, что это не фантастика, а это реалии. Вот на это ушла львиная доля всех этих 40 лет. Как вообще родился проект, кто автор, и корректно ли, что мы называем его белорусским разработчиком? Поскольку я так посмотрел, биографию пробежался, образование в Казахстане, да, если не ошибаюсь? Нет, он в Гомеле получил образование. Ну, начальное, начальное, да. То есть, родился земляк, можно говорить. Да, земляк, абсолютно. Идеолог технологии, да, основной является белорусский инженер Анатолий Эдуардович Юницкий, родился в Гомеле, вот, и первые средства, которые пошли как раз на создание, развитие идеи струнного транспорта, были получены с помощью гранта еще в Советском Союзе, и при поддержке Федерации космонавтики был создан в Гомеле центр, технический центр молодежи, творчества. Вот, и там зародилось, вот, первое, скажем так, вдохновение по поводу создания оптимальной транспортной системы. Вот эти все годы развивалась как раз она от идеи до чего-то такого реального воплощения в железе. Что этот проект даст, чем он эффективен уже существующих? И дорог, и скоростных поездов, и, я не знаю, и стакад, мостов, метро, то же самое. Ну, метро это... Как самый популярный городской транспорт, по крайней мере, у нас в Минске. Ну, если по стоимости говорить, например, для нас, налогоплательщиков, это может быть не особо популярно. Например, по поводу железных дорог, которые являются насыпью, ну, то есть высокоскоростных дорог, да. Насыпь, по сути, представляет из себя низконапорную плотину, потому что прежде чем насыпать для тяжелого подвижного состава насыпь, необходимо извлечь грунт, если он слабый, укрепить его по всей длине трассы, ну, представляете, какие расходы. И получается, с одной стороны перерезаются потоки вод, с одной стороны, может быть, происходить заболачивание, с другой стороны, осушение. Удар для экологии очень серьезный. То есть это первый минус железных дорог в создании дамп, в создании плотин. Мы решаем этот вопрос путем создания опор, да, и каждые 50 метров путевая структура на них располагается. Но ведь опоры тоже достаточно дорогостоящие? Нет, опоры это... Ставят лэпы, и это тоже дорого. Нет, мы не выглядим как лэпы. Можно сказать, что это вот сейчас то, что мы строим в Марьиной горке, это, по сути дела, фонарные столбы. Может быть, сдвоенные, как бы, да. То есть материалоемкость на порядок эффективнее по сравнению с теми конструкциями, которые предлагают различные компании для монорельсов. Или вот если сравнить с высокоскоростными китайскими дорогами, которые строят их на втором уровне. Потому что китайцы понимают, что если они сейчас себя застроят скоростными дорогами в страну... У них уже на первом месте нет. У них будут большие проблемы, что есть. Потому что вот эта вот проблема экологическая, она стоит на самом деле на первом месте. Дальше путевая структура, да. То есть мы говорим о том, что если мы сравним, опять же, с железной дорогой, один вагон весит, ну, около 60 тонн состав. Понимаем, сколько примерно весит. Это надо все расположить на висящей, точнее стоящей на опорах путевой структуре. Понимаем, сколько на нее затрачивать необходимых материалов. И мы приходим к объемной конструкции, очень объемной конструкции. Наши пятитонные модули, скоростные, например, самые тяжелые, которые движутся на расстоянии километра двух друг от друга, со скоростью также 500 км в час, позволяют удешевить на порядок. Затраты на путевую структуру, капитальные вложения. Поэтому мы здесь говорим не то, что о конкуренции, а о совершенно новом революционном транспортном решении, поэтому и интересном для рынка. Интересным-то и интересным, но железные дороги уже лежат и эксплуатируются больше, чем столетия. А вы предлагаете новое, причем предлагаете в такое время, знаете, кризис, большие инвестиции, что от государства, что от частных меценатов. Выбить сейчас крайне сложно. Все считают деньги, все стараются ужаться именно, кстати, в инновационной части, сэкономить. Мы не предлагаем убрать имеющиеся железные дороги, ни в коем разе. Но почему мы будем дешевле? По выделению тех же землей, у нас землеотводов гораздо меньше, но он на порядок. Что здесь у нас протяженностью по всей трассе, шириной метров в 10, и что взять нам землеотвод под одну ложку, расположена с каким-то шагом. Итак, по землеотводам дешевле? Мы обсудили более дешевый землеотвод, здесь же, и плюс по экологии, более дешевое капитальное уложение на путевую структуру. Ну и третья экономия, это уже эксплуатация подвижного состава. Не рассматривая, допустим, стоимость самих единиц подвижного состава, она может быть разная. Ну, кстати, да, и нужно создавать совершенно новый вид самого состава подвижного. То есть мы привыкли, там есть вагоны, грузовые такие, пассажирские. Мы готовы, и любой конструктор – это личность творческая, и все новое – это всегда интересно, а когда интересно, это хорошо получается. Мы хотели сказать о чем… Мы же даже привыкли к дизайну этих скоростных поездов, так тоже они нам казались капельками. Ну, видите, как быстро привыкли ко всему новому, когда оно хорошо исполнено. То же самое будет и с нашим струнным транспортом, не сомневаюсь. То есть вернемся к экономии, да, в эксплуатации, то здесь основные кругольные камни, где мы экономим. Да, в первую очередь, аэродинамика. То есть езда с большими скоростями – это, ну, до 90% потребление энергии на борьбу с средой воздушной, да. Это наша главная задача. Если говорить про результаты в этом направлении, то последние продувки в аэродинамических трубах показывают на порядок лучший результат. По коэффициенту сопротивления аэродинамическому, чем имеющийся. Еще один принципиальный вопрос, который, я уверен, вам задают все, когда смотрят на ваш проект, смотрят на эти летающие поезда на вот этих рельсах, струнах, да. В любом случае, они не летают. Сразу говорят, это же опасно. Едут по этой путевой структуре, крепко за нее держатся. Каждая единица подружного состава имеет антисходовую систему на своем борту, да. То есть вылет транспорта с путевой структуры просто невозможен. Все возможно в нашем мире. И вот мы видели скоростные поезда и аварии во Франции, и в Китае, увы, страшная авария. У них нет этих систем. Приведу просто пример. Если взять нашу путевую структуру с расположенным модулем и перевернуть вниз головой, то он не упадет. Мы предусматриваем, скажем так, даже такие решения. Но решение изначально, это есть и навесная, и подвесной тип транспорта. Есть комбинированная путевая структура стакадная, где они могут ехать совместно. Сверху более скоростные, а снизу, скажем, региональные. Как вообще по скоростям вы с традиционными видами транспорта? Ну, сравнить. Там вот сколько летит Сапсан, там сколько летит автомобиль, если это, как-то они называются, модульные эти автопоезда. Речной транспорт, самолеты. Автомобили сколько там? Максимальная скорость, ну, где-то 100 километров в час. С точки зрения безопасности. Допустимая скорость. С точки зрения безопасности, да, 100-120 км в час максимум. Поезда сейчас вот тестируют... 250-300, 300-300. Сапсан 250 км в час, да. И причем, какой его минус, он едет по тем же рельсам, по которым едут другие пассажирские грузовые составы. И когда едет Сапсан, все остальные должны встать на другие пути и подождать. А из-за этого логистика, понимаете, нарушается просто вся. Поэтому то, что мы предлагаем, это вынести на второй уровень инфраструктуру, да, и там не мешая существующей передвигаться на больших скоростях в удобном пространстве для этого. Потому что отсутствие, вот для аэродинамики отсутствие воздушной подушки, это огромное... Магнитные подушки, технологий-то на самом деле много. Да, Виктор выразил, не воздушные подушки, а экраны, да, которые дополнительно еще дают сопротивление движению. И опять-таки из-за этого экрана и могут взлетать в автомобиль скоростные. Из-за этого ставятся антикрылья, из-за этого повышается коэффициент сопротивления, растет мощность необходимая. У нас экрана нет, мы на втором уровне. Отсюда еще дополнительная экономия. И по скорости, что хотел отметить, по скоростям вообще, да, то есть мы не говорим, что все наши транспортные средства, а вот они супервысокоскоростные. 500 км в час. Мы начинаем работать, то есть самые проекты низкоскоростные, там до 100 км в час для городского использования. Это может быть и 80, и 100, и 120, и 150. Ну вот мы, кстати, несколько раз уже возвращались к этой теме, и так четко ее не проговорили. То есть вы подразумеваете, что это будет и городской транспорт, что-то вроде трамвая, только наверху. Это будет и межгородской транспорт, что-то вроде скоростных поездов. И это грузовой транспорт, правильно? Ну да, чтобы было больше понимания, попробую сейчас разложить по полочкам. Да, есть пассажирское направление, есть грузовое направление. Они могут использовать одну и ту же путевую структуру. А помимо грузового модульного исполнения подвижного состава, может быть и бесконечный, так сказать, конвейерное исполнение. Ну конвейерное исполнение интересно, можно посмотреть у нас на национальной библиотеке, так у нас книги. По таким же вот монорельсикам, и да, у них замкнутый цикл, они сами забирают книги, доставляют их читателю. Ну и не все подобное, у нас еще есть внутри струна, которая позволяет нам экономить. Пассажирское направление, да, то есть это от городского использования, пригородное использование, междугородное использование. Соответственно, в городе низкоскоростной транспорт, среднескоростной на региональных перевозках и на высокоскоростной на междугороде. Город это где-то 100, 120, 150 км в час, пригород 250, 300 и до 500 это высокоскоростное исполнение. Выше 500, ну 600, пожалуй, это вообще разумный предел для движения транспорта на воздушной среде. На воздушной среде. Потому что если потом дальше пытаться скорость нарастить, просто слишком большие потери. Мы даже уже с нашей хорошей аэродинамикой будем терять смысл. И дальше вот идея того же вакуумного транспорта, да, вот там начинает она работать. К слову, эти идеи нашим Анатолием Владимировичем и Невским, они были высказаны примерно тогда же, когда зарождалась и его идея струна. Строится к вам очередь местных городоначальников, архитекторов. Скажите, что же вы будете уродовать историческую, исторические пейзажи, городские застройки. Вы вот поставите везде ваших столбиков, натянете струны. Как вы общаетесь с, ну я не знаю, теми, кто определяет облик наших городов? И общаетесь ли? Или на первом этапе ваш транспорт все-таки для больших расстояний, это то, что интересно бизнесу, это транзит, логистика, большие расстояния, быстро передвигать грузы, не знаю, может быть, как раз китайский шелковый путь подвесить на второй уровень? Ну, скажу сразу, мы понимаем отлично, что в условиях текущей городской застройки, небольшие улицы, на которых и большую скорость не разовьешь, и постоянно приходится делать повороты, там строить не так интересно. Что мы можем предлагать, как транспортное решение для города, это пройти по проспектам, длинные прямые улицы, которые можно оборудовать легкими дешевыми станциями, такими же опорами, напоминающими фонарные столбы, по сути дела, и снизить стоимость билета для пассажиров. Или, например, как вот в Австралии, да, мы сейчас начали продвижение, там есть конкретно в городе, конкретная задача, это транспортировать студентов из кампуса к железной дороге, к станции. Большие расстояния, это уже абсолютно ровная, маленькая, но сложно для застройки стандартного транспорта. И туда никакой транспорт не может подобраться. А мы предлагаем решение, которое позволяет сделать изюминку для университета, а также сделать элегантный транспорт, дешевый для студентов. Что-то вроде фуникулеров таких, да? Напоминаю. Да, тут, ну, просто быстрее. По технической реализации это абсолютно другое решение. А что касается бизнеса, вот большие расстояния. Вы имеете вот перевозку... Да, грузов, грузов, насколько это интересно им? Нет, грузы для Австралии это отдельный очень интересный рынок, и мы сейчас, скажем, подбираемся к потенциальным заказчикам там, потому что, вы знаете, проблема Австралии, да, это зависимость, довольно сильная от продажи сырья. Сейчас очень сильно упала стоимость на полезные ископаемые во всем мире, а им деваться некуда. И текущие, вот, неэффективные транспортные технологии, которые они используют с 20 века, да, вот, нам об этом рассказывал наш партнер, который приезжал из Австралии, они очень сильно обременяют государство на возможность, как бы, расширить, ну, помочь экономике. Вот, поэтому тоже транспортное решение, которое мы предлагаем в грузовой части, их очень интересует, но как первый пилотный проект мы совместно решили сделать там пассажирскую часть, и на ней мы тоже покажем также возможность грузовой перевозки, вот, и это будет таким первым мощным шагом для уже реализации технологии в Австралии. Что можно посмотреть уже сейчас? Я знаю, у вас есть опытная база в Марьиной Горке, вы там строите, что там уже есть? Можно ли посмотреть, как перемещается транспорт, или вы только в начале пути? В Марьиной Горке находится демонстрационный участок, на территории 35 гектаров он расположен. У нас есть очередное строительство, и сейчас первая очередь это городская линия, которую мы предполагаем, точнее, мы совместим с высокоскоростной и продлим на 15 километров вперед, для того, чтобы показать большую скорость. На данный момент все опоры этой первой очереди, там расстояние километр, установлены, мы приступили к изготовлению второй анкерной опоры, это структурная часть, куда мы закладываем напряжение струны, и вот буквально на этой неделе мы уже приступили к строительству легкой городской трассы, такой парково-прогулочного вида транспорта, который тоже очень интересует потенциальных заказчиков. То есть сейчас можно приехать, посмотреть на станцию, в которой мы уже практически завершили строительство опоры, ну и где-то в июле мы планируем уже приступить к натяжению самой путевой структуры. А подвижной состав, новые кабинки, красивые? Подвижной состав мы сейчас как раз активно создаем. Да, подвижной состав. Тут сразу дизайн нужен, дизайн, потому что если это фантастика, если это будущее, то что-то из пятого элемента. До последнего момента, по коммерческим соображениям, и какую-то интригу можно даже создать, работает свой дизайн-центр в рамках нашего предприятия. И по подвижному составу, еще до открытия технопарка, в этом году, у нас намечена выставка, мы ее забронировали, это Гануэр, Иннотранс, 2016. Берлин, да, Иннотранс, 2016. Туда пойдут две модели подвижного состава. То есть это премьера такая? Это не модели, это уже полноценный экземпляр. Они модели, модель номер один, модель номер два, да. Ну, это две единицы подвижного состава. Вот там это будет продемонстрировано. Когда они вернутся, они вернутся в Марину-Горку, в станк на путевую структуру, и уже продемонстрируются в движении. Проект белорусский или считается интернациональный? Можно ли его пиарить, как белорусский транспорт? Я думаю, что можно его пиарить, как белорусский транспорт, потому что все-таки здесь зародилась идея, основная мысль. Но, скажем так, это белорусское бюро работает в Минске, полностью в состав наш белорусский, но в части международного партнерства. Скажем так, это белорусская идея с возможностью масштабирования на глобальном уровне очень легко. Потому что мы сейчас видим очень большой интерес именно со стороны стран, обладающих большими территориями, но устаревшими технологиями. Стран, зависящих от полезных ископаемых, от поставки их. Поэтому та же самая Австралия, это такая ласточка, которая одна из первых сообразила, что здесь есть решение. А почему не в России? Россия все-таки ближе, и дорог, согласитесь, там намного меньше. Хороших, пригодных. Все ролики бесконечные в Ютьюбе о проблемах с дорогами и жалобах автомобилистов, и того же самого бизнеса, и постоянные аварии на железных дорогах. Мы прошли экспертную группу и рабочую группу при Министерстве транспорта Российской Федерации, на которой наша технология была официально признана инновационной. И тем самым мы после демонстрации участка в Марьиной Горке и подтверждения, что все наши требования соответствуют заявляемым, можем уже эту нашу инновационную технологию, официально признанную в России, предлагать к внедрению в российский. Понятно, что это уже как будет конкурсы, тендеры, это совершенно другая история. То есть не просто, что нас там ждут быстрее приходители, но мы уже, скажем так, признаны инновацией в Российской Федерации. Вы тоже говорили об этом, отношения ваши, получается, с вашими, ну да, конкурентами, железнодорожниками, автомобилистами, автомобильными компаниями, логистическими центрами, которых уже настроили, которые привязаны конкретно либо к железнодорожной ветке, либо к автомобильной дороге. Если вы натянете струны и будете строить свои логистические центры, вы станете прямыми конкурентами. Или вы будете привязываться все-таки уже к существующим? Мы, чтобы сейчас, скажем, получить возможность спокойно развиваться, говорим о том, что мы предлагаем транспортные решения для тех территорий, для тех мест, где решить стандартными традиционными видами транспорта невозможно. Или очень сложно. Или очень сложно, очень затратно. Да, это вот климатические зоны, там, Сибирь, Сибирь, Крым, Сибирь. Это большие пространства и устаревшие технологии, как Австралия. Поэтому на данном этапе мы говорим о том, что мы не вступаем ни с кем в конкуренцию, а строим там, где это построит. Параллельная инфраструктура. А время уже покажет, рынок рассудит. Как эксперты, и белорусские в том числе, и инженеры относятся к вашим идеям, к тому, что вы внедряете? И не называют это фантастика, как вот я, обыватель? Ну, что приятно, начав сотрудничество с одним из вузов технических нашей страны, было приятно увидеть и там понимание, и то, что там про это слышали и 20 лет назад, и отозвались поучаствовать в этом проекте. Но ребята у вас все молодые, получается, правильно? Ну, мы стараемся брать людей в коллектив творческих, креативных, молодых. Почему? Потому что восприятие все-таки оно другое, да? Ну, да. Бывают случаи, когда... Очень хороший инженер, даже имея задачу сделать вот что-то новое, на выходе получается все тот же дел. Мы развиваемся, мы постоянно ищем тех самых креативных, талантливых инженеров, конструкторов, в том числе начинаем работу по студентам, начиная с практики сейчас, и взращивание кадров уже для последующей работы. 2017 год, Марина Горка полетит. Вообще, какие планы по скорости освоения, ну, я не знаю, в километрах дорог? Я поправлю, 2016 год, осень 2006 года, да, после Берлина, да, мы с победой возвращаемся из этого города, с этой выставки. И начинаем уже в октябре примерно, да, мы планируем демонстрировать первую линию городского подвижного состава. 2018 год – это уже завершение строительства Экотехнопарка. Понятно, что демонстрация готового продукта под ключ позволяет нам сейчас с нашими потенциальными партнерами, с которыми мы ведем по всему миру, в принципе, переговоры, уже показать, привести их. Показать, как это работает. Потрогать, да, показать их техническим специалистам, дальше уже начинать работать над конкретными адресными проектами по заинтересованным странам. То есть, в принципе, стратегия такая. И вот даже мы сейчас видим, что на примере той же самой Австралии есть заинтересованные стороны, которые могут без демонстрации даже, скажем так, прототипа, участка, уже начинать работу на территориях своих стран над внедрением. Потому что, сами понимаем, что надо не только продемонстрировать, но надо еще будет построить там, на месте. Это тоже время-время сроки. Если брать общий объем инвестиций, который вам нужен на ближайшие годы, 5-10 лет, сколько это? Ну, чтобы хотя бы оценить порядок цифрой. То есть, сколько это? И потянет ли один, допустим, крупный инвестор? Или нужно привлекать целый консорциум? Ну, инвесторы, они обычно консорциумы всегда подходят. Заходить, перестраховывают друг друга. Перестраховывают через банки. А если мы говорим о консорциях, то, в принципе, такие суммы, которые нам необходимы для завершения строительства эко-технопарка с производством где-то в районе 200-250 миллионов долларов, это для консорциума инвесторов вполне... Ну, четверть миллиарда. Да, адекватные деньги. Это приличные деньги. Пожелаем вам удачи, чтобы реализация проекта тоже не растянулась на 40 лет. А там утопия, это, как некоторые говорят, или это действительно технология будущего, пускай наши зрители решают. Спасибо вам огромное за эту беседу. Вы смотрели проект «24 вопроса», мы говорили о струнном транспорте. Утопия, научная фантастика где-то рядышком с вечным двигателем и прогнозами о Лондоне 20-го века, который утонет в дегте? Или смелое транспортно-логистическое решение, имеющее право на жизнь и белорусскую прописку? Решайте сами. Мы спрашиваем, чтобы вы знали, увидимся на «Говорусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова